Продолжение следует... 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 В 2015, руководство европейской области, где и Майя Сандо, у нас есть решение. Что мы видим сейчас? В этот год, Майя Сандо, понимая, что рейтинг-это на земле, у меня есть проблемы, у меня модификает код электорал, и у них позволяет стратегии. Я хочу сказать, что у меня есть простая ответственность. Но в следующей рейтинге мы можем сделать фотографии к кому-то, ну, не знаю, к кому-то, для того, чтобы использовать в компании электорал, а потом в то, что телевизионе. Или после президента, чтобы вы можете сделать код электорал, потому что, в частности, у них нет, что это не делается. Это выглядит очень ужасно. Когда вы приходите эксперт, чтобы выиграли у нас, чтобы выиграли, что выиграли, выиграли и выиграли, и выиграли, что вы помогли в кампании, более чем так. Они говорят, что мы должны дать 1,8 млрд млн евро для Республики Молдова. В первую очередь, эти деньги не дают Майя и Сандо, но дают церрии, если они будут дать, и это в большинстве, в большинстве миллиардов кредитов, в которые мы с вами стоим. Это очень очень дорого. Это луна с коррупцией, и реформа и юстиции, которые я провелил. Но у меня есть одна вопроса, дорогие молдоеви. Но, как думали, мне дают месить Макроны за часу, что Униорвани это в 52 млрд 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 млрд. для того, как мы с вами исчезаем нашим, что у нас 20% в упорции от 80% вance с дизирование в 15-млрд млрд 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 млрд. Репет, не в кредите экстерна, не в кредите экстерна, который будет более ефтен, но в кредите интерна. Это означает, что европейные в последние 2-3 лет не будут деньги для того, чтобы они не получили дефицитную бюджету. Майкут как так, Майкута у нас получили кредите для банки коммерческие в РФ, на проценте очень внат, для того, чтобы они получили кредите антибиотики. Дин этого у нас получили только банки коммерческие. Апопротом, у меня вопрос к стаку электорал ПАС. Дальше, дин банчерии мурдовени, питос спу, не донатии в кампания электоралу ПАСу и Майсанду, акум. О са видите, ка са банчерии, которые примес бани, профит уриаши, динаме, 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 промутури, пинтер, Майсанду. Не ва пае стране оцесуе, а для меня это очень стране. Дарко са тотализам с первым пункт, кампания президенталя, масурария, наши интерны. Рассказывают, что эти две лидеры компании, Майя Сандус и Александр Стойнобл, я хочу сказать, что эти две лидеры будут суммарно 70% от votов, остальные 30% будут остаться на следующий. Диференция между первым и вторым в нашем сфере не является, как у них приспали, но, как у них приспали, не. Дом Стойнобл будет близко, и он будет неизвестным результатом для того, как у них начинал очень высокий, который не был в preferенции алигатурилору на президенте, он будет в результате очень большой, как я скажу. И в туре 2, после все усилия, мая Сандус, даже с сперенцем на один из диаспора, которые, я знаю, в диаспоре диспозиции, а другие другие, он будет видеть этот результат. В туре 2, Майя Сандус будет потерять Александр Стойнобл. О, мы видим, и, в отличие, это важно, что мы с уезжаем в сладочном. Мы, Майя Сандус, и оборудоваемся с эшпиалами, и, в основном, и мы сейчас оборудим о цвести сценарии в следующий, что-то на витале, в contextе геополитический и регионал. Мне мне интересно о том, что-то о том, что-то о том, не оборудим, что-то о том, но мы оборудим, что-то о том, что-то о том, что-то о том, Первое. Репет ещё один. Референдум не будет о регионе Европейского, а о модификации Конституции. И здесь есть блетинный выбор для референдума. Это не будет блетин, это проект. Это был в тексте. Если вы посмотрите, то есть блетинный выбор для референдума. Здесь не есть, что вы будете выбирать или противо, что вы будете выбирать. Я читаю пункт, который самый важный в этом блетине. Приведения законодательства Конституции, как и другие акты юридичные и обязательства для референдума, они будут преимущества в отношениях для референдума интерна. Продукт Молдовинский. Чеи че и леги в УЕ, это не преимущества как леги от Республика Молдова. И а и честя эта, это входит в Конституции. Стимати собраны, ай-въектурлии для интеграции европейного. Драги легатург, кончитатени. Молай Сандо ва душе в игруаре. Не стоит рауга за интеграция европейного, а стоит рауга за модификация Конституции. Потому что леги от УЕ стремятся по леги интернам. О простом, не хочу диноксу, не хочу диноксу, но это перебит для нас. Че делаем с леги в УЕ кое- ваше не намерно не сума конвенабли. Су заттат ли эти леги кое-намерно не сума конвенабли. УЕ не есть только дар диноксу и не знаю че, а в УЕ в УЕ существует леги кое-намерно не сума конвенабли. Ши с леги цифровые, ши с экономией, ши с школи, ши с алгабетой, а и с мути, мути, и они не могут быть комбинарами. Если вы выступаете на референды и вы скажете, что эти леки будут присутствовать в ряду в ряду в ряду. И это, что мы говорим, что этот референд умеется в шмейхерии. Поэтому я еще раз говорю, что это очень четко, мне лично, и партнерства социалистов. Мы не будем работать в этот референд. И мы будем делать все, чтобы не участвовать, чтобы не выставить бюллетену, чтобы выставить эту экскротерию из модификации Майя-САП. Да, я получил вопросы, и в то же время, в которые были были, очень много вопросов. Очень много вопросов. И я, что я хочу, это еще раз говорю. Я, лично, бюллетену, я не буду делать. Когда я берусь на секции, когда я беру бюллетену, я беру бюллетену с референдумом, я беру бюллетену с референдумом, но я беру сотни вопросов, в селе, в которых у меня были ответы, и я, как я сейчас говорю, о том, что я говорю, но я должен быть работой, а мне хороший сыгран дизайд, но я приглашаю в комиссию, для нас, на Пасе, но я приглашаю в министер貴, я понимаю, что они там какие-то 증зки, но я говорю, что я просим, но я должен быть пенсионар, и я понимаю, что я буду отб involved in the комиссии, жалей дизаймы, что если я беру бюллетену, я не буду отбивать посадочное, жалей тяжелое, я буду им приобрести к ляме, И люди, которые спрашивают, что в ситуации, что делать? Я беру бультина и рушу? Дорогие концерты, это не рушу бультина. Но если у вас в ситуации, что не рушу этот бультина, потому что вы будете выпустили, тогда вы уже начали рушу, или вы уже начали рушу. Но, в основном, не рушу. Но, в основном, не рушу в этот рушу. Вы увидите, что они не говорят бездиспределы, которые вы говорили о модификации Конституции. И они страдают только в «уе», «уе», «уе». Много не было. А по поводу того, что на трекуте, на фальши, может, они были здесь, которые были в этом, могут быть привыкли. Как у них были, они были в фальши, и они были в фальши, и они были в фальши на интервете. «Дом Додон, мы знаем, что вы, что вы были в этом реверенду, и они сказали, что они в УЕ, не такие, что я пов被 субтитры, не мы с вами противника, нам не противника. Почему, дорогие и добрые, не противника, мы не противника в этой экскрохерии для модификации на Конституции? В течение электроэзии, третий вопрос, который я хочу задавать, это использование административных ресурсов и неэлектрол. Я не помню, что они ээкранные, потому что они были используя так, как фаэтиш, которые административные, так как конкуренция электролэля. Я не помню, как министри, функционари de штат, чтобы импусти, что случилось обеспечивание штата, использование автомобилей. И теперь мы находим, что мы находимся еще на один момент очень интересный. Для 30-хот тысяч пенсионеров дают премии 2.300 рублей. Я был в районе Рыщкани, в сатах Дуройтоар, мне кажется, что я сейчас говорю, как это называется сатах. Да, это Друйтоаря Новая, в Малу Протулу. И там был Батарник и сказал, «Дом Додон, почему мой родитель дает мне 2.000 рублей?» Сказал Батарник. «Почему мой родитель дает мне 2.300 рублей?» «До я, который у меня 2.000 рублей, не дам ничего». «Мы только покупаем пыли вместе, платим такие же факторы». Развив понимаешь, подготовки под которыми имеются? И я пов dialogу на эти типы 그러ания под действия, а мы включаем специальные политики. И то, конечно, мы расскажем собiva subspe Watch this excludeortion. Заночный опыт. Мыードалисты implicit неыходим, например, в эксприлии 2021, или к Waltz Поле 2020, в течение COVID-19, мы оформляем на все пенсионары, которые имеют примерно 4.000 лето в пенсии. И нам дали 1.000 лето, 750 лето. Не дивизируйте наши пенсионары, и они все равны. И оттуда у нас очень простая. Но почему пенсионары? Вы думаете, что они более ущерны? Баней для agricультуры вы не гасите. Баней для других вы не гасите. Баней для пенсионаров, вы думаете, что вы купите эти 35.000 лето, которые, с 2% в сперенция вашего, что вы жуете на тур 1-й, чинник, жосник, из-за этого гуернария. И я думаю, что люди, наши, 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 которые были тратаны в этот момент, будут видеть нота respectива по дате 20 июня. Эта гуернария должна быть санкционирована, inclusive в этот консидерент. То есть. На 100-ми метров ва эште с тъмни, а на 100-ми метров они будут. Их они будут, а другие будут, которые которые-то не будут. Я как-то что-то чище. В здании 2.300 лето, но на 100-миллионной альтикером они им бы у нас acho 5% в 2021 году. Веду до этого, о том, что вы выберете задать, дорогие пенсионары, вы знаете, что вы белые говорят на фигаарь пенсионарь. Вознанные. Если вы какое-то где-то 20.000 лето, они что-то не будут помешать. Это что они bringen. Майсандо, в прошлом году, не индексов с 30% пенсии, а индексов с 15%. Ваше желание, и дам нота, которая необходима. И в этом вопросе, который я считаю, что это критика electoral. Я хочу рассказать вам, друзья и приятели. В последнее время, прокурор Генерал Монтеану, он создавал дизайну, который создавал группу, в том числе Плахотниук, который занимает из-за пеналия Тодон и финансирования ПСС. Как в том числе Плахотниук. Ормаш, мотасавр, шефа группы, но понимая, что не все они не могут идти к индикациям и легалия прокурору-генералу и альтур, В этом группе, знаменитый Ирмалиук, прокурор, который привлекает удовлетворение в течение моего перхезиции в мае 2022 года, который поднял гады по моему роду, по моему роду, и по моему роду. Теперь он поднял этот лорик по моему роду, и эхипа ПСРМ. Я вам скажу, что с этим случилось. Майя Сандрус сомневает в качестве организации и развития рейтинг-урой. В этом году, в этом году, в рейтинге, в рейтинге, в рейтинге, на 1%- в рейтинге, 50-30% в Турутыщ, по-настоящему в Венчула Леще. И они спрашивают, и они начнут мутоарелы, не для этого, а теперь они не успеют, а для этого, а для этого, и для парламентария, и для этого. Домнолея Прокурор-General, домна Драгелин, которые были санкционированы этот вопрос, и для тех, которые еще были в руках руководства, вы думаете, что это будут спрашиваться? Продолжение следует... 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 Насколько важны вопросы, которые будут на этих выборах. И по изменению Конституции, которое это будет касаться и жителей Приднестровья, и по президентским выборам. Я призываю молдавское руководство сделать шаг навстречу. То, что они не сделают, мы видели по примеру только двух участков Российской Федерации, когда там нужно было открыть минимум 50-60. То, что молдавская сторона ничего не сделает, не пойдет навстречу, я в этом уверен. Потому что их интересуют другие вещи. Их интересует совсем другое. Но я очень рад, что первый шаг, еще раз, первый в истории современной Молдовы, это реальный шаг для сближения граждан и избирательных процессов двух берегов. Я надеюсь, что следующая власть, которая наверняка будет уже после этих президентских и наверняка после следующих парламентских выборов, пойдет навстречу и начнет движение в это направление. Коммунисты опять обрушились критикой. Создается впечатление, что вас, естественно, было больше крикуют вороной, чем другие конкуренты. Почему это происходит и кто-то это выиграет. Я видел текст, мне, конечно, с утра передали. Я когда увидел, я подумал, что это написали, эти спас. Еще раз, уважаемые представители оппозиционных сил, любая критика внутри оппозиционных сил играет только на пользу Майсад. Мы понимаем ваш политический интерес. Нам есть что об этом сказать. И о том, как сдавать власть европейцам 60 мандатами. И о том, как вырастить Плохотнюка, нам есть что сказать и что ответить. И мы ответим. Но не в избирательной кампании. Поэтому еще раз призываю к сдержанности политической мудрости. У нас есть общая цель снести эту власть. Потом, после выборов, разберемся. Зачем эти вещи делать сейчас? Кому вы помогаете? Хочу обратиться к членам партии социалистов, партии коммунистов. Мы вместе шли на выборы в 2021 году. К своим коллегам и социалистам, которые мне сегодня пишут. Говорят, я говорю, зачем мы их в парламент привезли? Зачем мы это... Молчим об этом. Задача президентских выборов. И к простым членам партии коммунистов. Вы знаете, у нас очень хорошее сотрудничество на уровне районов. Я с вами встречаюсь в некоторых районах. Не буду называть районов. Мы общаемся. У нас хорошее отношение. То, что некоторые ваши руководители так себя ведут, оставляем в сторону. Мы к этим вопросам вернемся потом. Не сейчас. Нам нужно всем объединиться против этой власти. Вот это мой посыл. Всем оппозиционным силам. Олег, почему в РФ открыли только два участка? Я ответил. Ирина, в отношении референтов допустимо ли законом, если мы бойкотируем референтом, напротив своей фамилии, просто поставить пророчек. Иначе они могут воспользоваться свободной графой и расписаться за нас. Ирина, на каждом избирательном участке будут члены комиссии и представители партии социалистов. Никто не имеет права подписываться и брать бюллетень за вас. Процедура будет следующая. 20 октября вы придете на избирательный участок. Вам предложат два бюллетеня. Притом они сначала попытаются вам всунуть бюллетень по референдуму. Вы посмотрите сразу бюллетень по референдуму и скажите, я не участвую в бюллетене в референдуме. Никто меня по конституции не может обязать. Я буду участвовать только в выборах президента. И подписывайтесь только за бюллетень по выборам президента. Вот это позиция партии социалистов. Повторюсь и на русском языке. Мы призываем не участвовать в этом референдуме. Но тем сотням граждан, которые ко мне обратились и пишут в комментариях, что Игорь Николаевич, нас обязали, обязывают взять, потому что я госчиновник, потому что я работаю в министерстве ТК, потому что я работаю, я пенсионер, потому что я работаю доктором, потому что и так далее. И мне сказали, что если я не возьму бюллетень, меня вышвырнут с работы. Вот в таких случаях, если вам некуда деваться, лучше голосовать против, чем этот бюллетень испортить. Но наш призыв сделать все возможное, чтобы не участвовать в этом референду. Я поступлю именно так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день! Новая Григория, для зимы, они планировали больше интернета в диаспору, в Италии. Они будут и украшения, и у нас будут и украшения. Я могу сказать, что они будут интернета в Падово, в маине, на 11.00, но и в других городах в Италии. Поэтому, дороги кончитащени из Италии, из диаспора, в маине, на 11.00, я хочу спросить, где ближе война, ближе к Молдове или к Москве? Почему не строят бомбоубежище там, где ближе взрывается ракета, а там, где почти не знают о войне, имея в виду участки для голосования? Фиола, я очень надеюсь, что у нас войны не будет. Я очень надеюсь, что после 20 октября или после 3 ноября будет второй тур, у нас будет другой президент, для которого приоритет будет такой же, как и у нас, у партии социалистов. Приоритет должен быть только один – мир, основанный на нейтралитете. У нынешнего президента нет такого приоритета. Я уверен, что если нынешнему президенту скажут развязать войну, она эту войну развяжет. Поэтому наш приоритет – мир. Нам не нужно строить бомбоубежище. Нам нужно срочно договариваться со всеми, чтобы нас не вовлекали в эту войну. Мы нейтральная страна. Мы не должны покупать радары за сотни миллионов лей. Мы не должны покупать БТР. Мы должны объяснить всем нашим партнерам и на Западе, и на Востоке, и русским, и американским, и европейцам, и, конечно, нашим соседям, украинцам, и руманам, что мы не будем воевать ни на чьей стороне, что мы нейтральная страна. И оставьте нас в покое. Договаривайтесь, воюйте между собой, санкциями и так далее. Мы не должны присоединяться к никаким санкциям. Вот, смотрите, сотни тысяч молдаван, которые работают в России, мне говорят на встречу, не могут отправить своим детям, своим родителям деньги из России. Потому что, видите ли, Майя Сандус считает, что это неправильно. Смотрите, что делает Грузия. Исходит из своих национальных интересов. Поэтому, чем строить бомбоубежище, лучше вести диалог и настаивать на своем нейтралитете. Георгия Марга, сколько участков будут в ПМР? Георгия, эта инициатива сейчас была выдана со стороны Приднестровья. Для того, чтобы открыть участки, Кишинев официальный должен с этим согласиться. Посмотрим, какая будет реакция. Я думаю, что реакции не будет. Поэтому, приднестровцы смогут голосовать на участках, которые находятся под юрисдикцией Кишинева, как обычно. Могут приехать на эти участки и высказать свою позицию. Зинаида Д. А в Ванине Ной приедете? А то Майя там была. Ну, во-первых, мы не ходим вслед Майи. У нас отдельная повестка. Да, во вторник, 15 октября в 17.00 встреча будет в Ванине Ной. Вот у меня и посмотрел график. Сразу все понятно. Еще один вопрос. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Почему нам министр экономики, наркомана? Ну, я так, не открыто в головное дело. Откуда он берет наркотики? Пас контролирует наркотики? Ну, во-первых, чтобы говорить, наркоман или нет, нужно пройти анализы. Кстати, я согласен с тем. Тем более, эта практика показывает. Я думаю, что и премьер-министры, и все министры должны пройти через это. Обязательно. Когда есть, тем более, подозрения. Ну, ответ на вопрос, почему и так далее, все понятно. Ну, что, коллеги, это были основные темы. Я хочу еще раз, еще раз, основной посыл ко всем оппозиционным силам. Уважаю коллеги, есть 10 оппозиционных кандидатов. Во всяком случае, они себя так называют. Есть один кандидат от власти, это Майя Санду. Я думаю, что все оппозиционные кандидаты должны объединить усилия. Формально, неформально, официально, неофициально для того, чтобы снести эту власть. Нет другой задачи. Нужно, чтобы оппозиция победила. Если кандидаты оппозиционные не готовы поддержать сильнейшего в первом туре, я надеюсь, что все-таки кто-то поддержит до окончания избирательной кампании первого тура. Если все хотят участвовать в первом туре, давайте оставим открытые ворота для того, чтобы объединиться во втором туре против нынешнего режима. У нас других шансов не будет. Поэтому все эти декларации, все эти обвинения, оставьте их потом. Оставьте свою желчь. Рын застану Молдовняска. Ласаться у меня пиор. Не надо доведать о том, что я в том пас, что мы на этот пиал кандидат, но мы на этот пиал. Мы в том пас, что мы на этот пиал. Давайте жить дружно. И объединяться против нынешнего пасти. Я вам благодарю, мои приятели. Санатать с участием, что мы не видим на испорение Евгения Калараш, а мы не видим на Сурока, Хлорешт и Балса. Субтитры создавал DimaTorzok